В Донбассе началась реализация медреформы первичного звена. Теперь каждый пациент должен сам выбирать семейного врача и подписывать с ним договор, где будут четко прописаны медицинские услуги. Доход медика будет зависеть от количества подписанных договоров. Как внедряют новшество в Донбассе, знают мои коллеги. Деньги идут за пациентом. Главный принцип медицинской реформы 2017 года. Первый этап заключается в изменении финансирования первичной медицинской помощи. Уже весной украинцы начнут подписывать семейным врачом декларацию о предоставлении медуслуг. Если пациент вовремя не обратится к врачу, чтобы заключить соглашение, он будет лечиться за свои деньги. Людина хоряется по-разному. Одна людина хоряется два раза на год, другая людина хоряется десять раз на год. Питание, а если будет та людина, которая хоряется десять или больше раз на год, должна что-то доплачивать за те ликования, которые она получает. А какие ликования она получает? Она получает консультацию специалистов, какие-то физиопроцедуры, которые есть в амбулатории, если это геморит, ВЧ, что-то другое. Она получает какой-то определенный перелик простых анализов. Вот эти услуги она получает бесплатно, бесплатно. Независимо от того, хоряется она два раза на год или десять раз на год. А лики на ликование, ну, уже разумеете, что рецепт, аптека, ликование. Так оно и залишится. Сегодня в Краматорском центре первичной медико-санитарной помощи штат врачей укомплектован на 70%. Нехватку кадров надеются восполнить молодыми специалистами. Переход на электронную систему, которая предусматривает введение карточек в электронном виде, обязывает каждого семейного врача пользоваться компьютером. Планируется так, как есть во всем мире. Есть электронная карта с определенной степенью защиты. То есть вы как ходите со своей банковской картой, пришли, ставили ее в компьютер врачу, есть доступ. То есть есть код пациента, есть права, обязанности врача, который имеет право доступа к этим документам. И это удобно в том плане, что пациент, куда бы он ни пришел, всегда электронные документы будут с ним. То есть и врач может, хоть он лечился в 10 разных больницах, всю информацию, которая у него на этой карте есть, он будет видеть. То есть так, как это планируется. Как это будет по факту, я программный продукт пока не видел. Уже в этом году планируют отменить значительную часть бумажной отчетности. Врачи считают, что доступ к информации значительно упростится, как для них, так и для пациентов. Как обычная работа с компьютером, нужна какая-то практика. Я думаю, что мы с ней справимся. Мы все-таки уже не первый год работаем с компьютером. Возможно, у нас не было такой обширной программы, базы. Но я думаю, что мы научимся. Сейчас уже мы ввели всю информацию о прививках. Перепись у нас введена, поэтому мы уже работаем. Это не будет для нас, я думаю, сложным. Кроме того, в случае необходимости пациент сможет сменить семейного врача даже после подписания декларации. Я думаю, с одной стороны, будет хорошо. Надо будет бегать, информацию собирать. То есть, как бы она будет аккумулирована уже. Ну, как говорится, в одном нововведении всегда есть плюсы и минусы. Недоработки, может, какие-то будут. Услышала, что можно будет себе выбрать врача, который вам понравится. У нас есть врач. Меня он полностью устраивает, очень нравится. Специалисты советуют не медлить и уже сейчас выбирать своего семейного врача.